В этом видео я бы хотел вам показать, ну не то что хотел бы, я вам покажу, одну очень классную фальшивую тасовку. Один парень в комментариях написал мне, чтобы я ее снял, ну я ее как бы снимал, но снимал ее для платного курса, то есть именно в платном курсе я рассказывал эту тасовку, но я там ее дал немножечко неправильно. Это я уже потом, когда начал пересматривать, впалил, скажем так, косяк свой и сейчас решил ее переснять. Чем хороша эта тасовка? Давайте посмотрим, я вам сейчас просто покажу. Итак, друзья, для начала давайте разберемся, что же такое фальшивая тасовка. Потому что я часто вот в интернете тоже, когда смотрю, да, что-нибудь там, ребята называют фальшивыми тасовками вот это вот. Или, например, вот это вот. Или вот это вот. В общем, что угодно называют фальшивой тасовкой, но только фальшивые тасовки очень редко показывают. На самом деле вот это вот все называется фигурное ложное подснятие. И это хорошо для фокусов. Когда вы, к примеру, там, спрятали карту зрителя там в колоду, да, вывели ее наверх. И потом, чтобы пустить пыли в глаза, вы делаете вот что-нибудь вот такое вот, да. Или вот такое вот. Да. Это можно связать с фокусами, скажем так, попудрить зрителю мозги, мол, мы там все это мешаем как-то. На самом деле это, конечно, все не перемешивается, карты остаются в прежней последовательности. Это называется фигурное ложное подснятие. Фальшивая тасовка – это когда вы тасуете карты естественным образом. Кажется, что карты тасуются естественным. И никто не подозревает, что они на самом деле не тасуются. Например, вот эту. Вот это фальшивая тасовка, да. Или вот это вот. Вот. Вот это тоже фальшивая тасовка. Или, к примеру, когда вы тасуете карты, вот, используя пропихивание, да, как я показывал в некоторых видеоуроках своих. Ну, у меня есть видеоурок по этой тасовочке, вот. Или лестница, да, то есть когда вы имитируете стрип-шафл, на самом деле, перетасовываете лестницей. Вот это все выглядит естественно. И колода в этот момент не перетасовывается. Вот это фальшивая тасовка. Ладно, с этим разобрались. Просто я хочу, чтобы вы не путали вот это все. Просто я все хочу сказать. За столом вот вы сделаете вот это вот за игральным, да, или еще что-нибудь подобное. Минимум, что вам сделают, это, наверное, предупреждение какое-нибудь, чтобы такой фигни не было. Ладно. Фальшивая тасовка, которую я хочу сейчас вам показать, она есть в моем платном курсе. Ну, я ее там дал маленько неправильно. То есть, на самом деле, там она исполняется по-другому. Я загнался там, когда так ее сняли. Итак, давайте смотреть, как же выполняется эта тасовка. В общем, смотрим. Внизу у нас пиковый король. Вверху у нас пиковая четверка, да. Потасуем. Вот вам эта фальшивая тасовка. То есть, король также остался внизу, четверка также осталась наверху. Вот это одна из моих любимых тасовок, потому что все выглядит естественно. Только, знаешь, человек пропалит, что к чему. Итак, выглядит она хорошо. Теперь давайте посмотрим поближе, как ее технически исполнять. Итак, друзья. Для того, чтобы сделать эту тасовку, сразу приготовьтесь к усидчивости. Потому что с хода она может у вас не получиться. Придется потренироваться. Итак, в чем прикол, значит, опять же, король внизу, четыре наверху, да. Мы эту колоду делим, грубо говоря, на четыре части. И с этими четырьмя частями работаем. То есть, переставляем их, как блоки, туда-сюда. В итоге переставляем так, что карты не меняются. Последовательность карт, да. Итак, как это выглядит? Смотрим. Берем колоду в правую руку, да. Вот таким вот образом. То есть, держит у меня средний большой пальцы. Далее я в эту, в левую руку скидываю примерно одну четвертую. Потому что у нас будет четыре части. Я примерно колоду делю на четыре части. То есть, скидываю сюда верхнюю часть. Далее скидываю еще четвертинку сюда. Но вот эту часть, первую, я безымянным пальцем и большим вот этим вот захватываю. Вот так вот раз. Захватываю. Далее я третью четвертинку... А, нет, стоп. Я эту первую часть возвращаю сюда, наверх. Третью четвертинку сбрасываю также сюда. Четвертую четвертинку бросаю сюда. Но вот эти карты подхватываю опять же безымянным и большим пальцем. Сбрасываю и возвращаю наверх. Вот это вся последовательность. То есть, король остается внизу, четверка наверху. То есть, еще разочек. Первую четвертинку сбросили. Перекинули ее вот сюда, вот на пальцы. Сбрасываем вторую четвертинку. Первую четвертинку захватываем безымянным и большим пальцем. Далее. Первую четвертинку бросаем поверх второй. Третью четвертинку перебрасываем вниз. Четвертую четвертинку бросаем вот сюда вперед. И вот эти три четвертинки захватываем и перебрасываем наверх. То есть, колода у нас в итоге не перетасовывается. То есть смотрим еще раз. Раз, два, три, четыре. Ой, ну это я загнался, что-то уже это. Здесь можно как бы увеличить их. Поиграть там уже не с четырьмя блоками, а разбить на шесть, на восемь. Ну, пока что учитесь с четырьмя. На шесть, на восемь пока не пробуйте, это придет с опытом потом. Рука сама уже начнет это делать. То есть смотрите еще раз. Первую сбросили, сбросили вторую, первую подхватили, перевели наверх, сбросили третью, третью, четвертую сбросили сюда и три бросили потом наверх, поверх этой третьей. Итак, кто не уловил, повторяю еще раз. Первую сбросили, сбросили вторую, первую подхватили, бросили поверх второй. Вернули сюда третью, сбросили четвертую и все эти остальные бросили поверх этой. То есть получается раз, два. Король внизу, четверка наверху. Вот такая вот фальшивая тасовка, друзья. То есть в играх, где тасуют вот так вот, ее можно легко применять. То есть все, она выглядит точно так же, как вот это обычное тасование из рук в руки. Из рук в руки. Она же оверхэнд. Ну что ж, друзья. С вами был Куликов Сергей. И самая прикольная, это фальшивая тасовка, на мой взгляд, была представлена в этом уроке. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео.